В этом и есть настоящий секрет жизни. Целиком отдаваться тому, что ты делаешь прямо здесь и сейчас, и вместо того, чтобы называть это работой, осознать, что это игра. Алан Уилсон Уоттс Прямо сейчас я сижу и пишу сценарий к этому выпуску. Нет, конечно, прямо сейчас я стою перед камерой и произношу этот текст, но ещё несколько дней назад я правда сидел перед открытым ворде пустым белым листом и не знал, с чего начать. Но потом я взял себя в руки и начал писать. Всё равно что. Слово за словом, предложение за предложением, и вдруг в какой-то момент раздался... Щелчок. И дальше после щелчка всё становится просто. Текст начинает литься сам по себе, без моего прямого участия. Я же там вроде вспомогательного элемента, типа акушера или ассистента-фокусника. Я даже не то чтобы автор этого текста, а скорее его первочитатель. И я на 100% уверен, что лучше слов для вступления к этому видео просто не подобрать. И именно в таком виде оно дойдёт до вас. И у тебя тоже такое бывало. Готов биться об заклад. Если ты, например, футболист, или просто бываешь не прочь зарубиться с друзьями, ты прекрасно знаешь, что бывают игры, когда ты не можешь ни мяч нормально принять, ни пас отдать, и по пустым воротам мажешь. В общем, ничего не получается. А потом, вдруг как получится, и игра накрывает тебя с головой, мяч становится словно дистанционно управляемым. Ох, как ты ловок и быстрый, и поразительно. Ты совсем не ощущаешь ни времени, ни усталости. Чтобы поймать это состояние, совсем не обязательно заниматься творчеством или спортом. Оно может нагрянуть даже во время рядовой офисной работы. Ну, знаешь, как это бывает. Сначала трудно себя за стол усадить, а потом, стоит только взяться и соблюсти это, самое главное, некоторые определенные условия, и тебя уже не оторвать. На тебя находит приступ кипучей деятельности, в порыве которого ты не ощущаешь груза, выполняемой работы. Она тебе не в тягости. Страшно подумать, ты даже начинаешь получать удовольствие. Сюда же отнесем учебу, любые виды исполнительского мастерства, гейминг, общение на иностранном, да и просто на родном языке. Когда сначала ты не можешь выдавить из себя ни слова, потом ты уже, мать его, цицерон. Ты в ударе, меткие сравнения, острые шутки. Ты центр водоворота, внимание со всех сторон стягивается к тебе. И ты буквально осязаешь его, как нечто материальное. Знаешь, как его удержать и куда направить. И в этот момент у тебя в голове вспыхивает мысль. Боже, как я хорош. Вот бы так было всегда, жизнь бы тогда перестала быть такой нудной, загроможденной, рутинной. И кажется, что именно в этот момент тебе удается поймать за хвост это вечно ускользающее понимание, а как же правильно поступать, творить, взаимодействовать с другими людьми, жить, чтобы было интересно, легко и радостно. Но потом это проходит, и мяч снова отскакивает от тебя, как от бревна. И в компании повисает скованное молчание от твоей неуклюжей шутки, а я сижу перед компом и не знаю, как перейти от затянутого вступления к основной части. Лучшие моменты нашей жизни это не те, когда мы пассивны, разнежены, расслаблены. Лучшие моменты обычно случаются, когда человеческое тело и ум работают на пределе возможностей в добровольной попытке осуществить нечто сложное и по-настоящему важное. Автор этой цитаты Михае Чиксант-Михае. Я тренировался. Один из основоположников позитивной психологии, кстати, на которую мы бычили в одном из прошлых выпусков, а теперь Эвана как жесть повернулась. Так вот, Михае Чиксант-Михае проинтервировал множество спортсменов, ученых, музыкантов, других деятелей искусства и пришел к выводу, что наиболее продуктивными, креативными, а самое главное счастливыми, люди ощущают себя во время так называемого состояния потока. Это когда их деятельность, чем бы они ни занимались, если так можно выразиться, как будто бы струится из них сама по себе, без их участия, притом на высоком уровне исполнения и не требует от них серьезных усилий, сам же человек во время этого опыта испытывает переживание, близкое к экстазу. Это состояние имеет ряд ярко выраженных особенностей, благодаря которым его ни с чем не спутаешь. Максимальная сконцентрированность на задаче, ты полностью поглощен ею, тебя не раздирают неудачи прошлого или тревоги будущего. Есть только здесь и сейчас, и ничего кроме. Ясность цели и мгновенная обратная связь. Ты четко понимаешь, что нужно делать и способен оценивать качество своей деятельности в прямом эфире. Короче говоря, та самая мысль. Боже, как я хорош. Искажение времени. Ты теряешь связь с ходом времени. Твоё поработаю полчасика перед сном запросто может обернуться встречей рассвета. Удовольствие от процесса. Твоя деятельность приносит удовольствие сама по себе, без привязки к каким-либо долгосрочным планам. Вот, на моём примере. Конечно, я занимаюсь видео и держу в голове увеличение аудитории, развитие канала, ты чего греха таить, привлечение рекламодателей. Но ни один из этих факторов, да даже все эти факторы в совокупности, по силе мотивации, не сравняться с тем удовольствием, которое я просто получаю от процесса создания видео. Ох, как я это всё обожаю. Отсутствие усилий и лёгкость. Баланс между сложностью задачи и твоими навыками. К этому пункту мы ещё вернёмся чуть позже, когда будем говорить о способах погружения в состояние потока. Слияние мыслей и действий, или назовём это целостность сознания. Чтобы понять, что имеется в виду, представь, что ты стоишь в очереди. Вообще, это переживание слабо подходит для индуцирования состояния потока по множеству причин, хотя бы потому, что, когда ты стоишь в очереди, на самом деле ты не стоишь в очереди. Как бы это по-дурацки не звучало, ты раздвоен. Какая-то часть тебя, несомненно, ещё там автоматически реагирует на происходящее вовне. Люди продвинулись вперёд, ты тоже подошёл поближе. Но вот другая часть тебя, гораздо более обширная, она же не там, не в очереди. Она вообще не пойми где. Прикидывает планы на день, волнуется за предстоящие важные встречи, ругает себя, корит за какие-то огрехи, промахи прошлого, и вот всё в этом духе. Всё это ещё называется руминацией, или по-другому умственной жвачкой. Так вот, в потоке её нет. Чувство контроля. Ты ясно ощущаешь, что всё в твоих руках. Теперь к самому долгожданному. Как же войти в состояние потока? Уже из перечисленных выше особенностей этого состояния можно вывести как минимум два условия для его возникновения. Всего же их будет три. Всё твоё внимание должно быть безраздельно направлено на выполняемую деятельность. Поэтому первый шаг на пути к потоку это поставить телефон на беззвук. А лучше вообще его убрать от греха подальше, чтобы он тебя, аки кольцо всевластия, не соблазнял воспользоваться им. Если работаешь за компом, то закрой все браузеры, захлопни мессенджеры и так далее. Не лишним будет вообще обрубить интернет, если он тебе не нужен. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Внимание должно быть собрано в целенаправленный поток, а не разбрызгиваться на всё, что не попадя. Второе условие лучше всего опишет этот график. Ось Х – это твой навык в конкретной задаче. Ось У – это её сложность. Если ты находишься в левой верхней части графика, это означает, что ты взвалил на себя непосильную задачу. Она слишком сложна, твоих навыков явно не хватает. А поэтому вместо потока ты получишь чрезмерную напряжённость, тревожность и разочарование. В правой же нижней части графика тебя поджидает скука. Скука! Ведь задача чересчур проста для твоих умений. Ты вряд ли сумеешь сохранить достаточную сконцентрированность и насладиться процессом. Здесь – область апатии. Когда ты с бессмысленным видом листаешь новостную ленту. Ни разу не сложно и особых умений не надо. А вот тут находится точка, где случается магия. Когда твоя задача достаточно сложна, чтобы увлечь тебя и подпитывать твой интерес, но при этом ты в состоянии с ней справиться, пусть и на пределе возможности. И только при таких условиях ты оказываешься в потоке. При этом ты попадаешь в петлю положительной обратной связи. Справляясь со сложной задачей, ты повышаешь свой навык. А повысив свой навык, ты теперь можешь взяться за ещё более сложную задачу, тем самым снова создавая предпосылки для повышения навыка. И чем дальше ты двигаешься в этом направлении, тем интенсивнее становится состояние потока, тем сильнее ты вовлекаешься в процесс, и в той же пропорции растёт удовольствие от происходящего. Если суммировать этот пункт в нескольких словах, найди то, что ты любишь. Свершенствуйся в этом, бросай себе сложные, но преодолимые вызовы, и поток станет твоим естественным состоянием. И последнее. И, как водится, самое главное. То, без чего всё вышеперечисленное просто не заработает. Такой секретный ингредиент. На самом деле, я уже выболтал этот секрет ещё в самом начале, и самые внимательные зрители уже выключают видео, и массово уходят в состояние потока. Но если ты всё прохлопал, то слушай. Для этого очень важно понять, что же происходит с мозгом в состоянии потока. И знаешь что? Снижается активность префронтальной коры. Находится она у тебя где-то здесь. И вообще-то ей должен быть многим обязан. Вот некоторые из её функций. Выявление конфликтующих мыслей и улаживание таких конфликтов. Вот, назови-ка цвет этого слова. Ага, хорошо. А теперь этого. Ну, и этого. Если ты смотришь это видео не с Альфа Центавры, то, скорее всего, на последнем слове ты испытал лёгкий затуп. Это и есть конфликтующие мысли. Визуальная система предлагает один вариант ответа, а система распознавания текста другой. Тут как раз в эту неразбериху вмешивается префронтальная кора, эдакий пахан, который велит системе распознавания текста заткнуться нахрен, потому что её не спрашивали. Так, что там ещё она умеет? Удерживание внимания, общий контроль, например, подавление социально неприемлемых побуждений, долгосрочное планирование, прогнозирование результатов и что-нибудь ещё. На самом деле, удивительно. Ты только вдумайся. Для того, чтобы подняться на субъективно более продвинутую ступень умственной активности, нужно спуститься на более низкую ступень мозговой активности. Ведь префронтальная кора это как раз всё то, что делает нас цивилизованными, благоразумными, рациональными. И всю ту дичь, что мы творили в подростковые годы, можно запросто списать на тот лишь факт, что префронтальная кора окончательно формируется только, когда тебе уже сильно за 20. И самые прекрасные годы нашей жизни, по меткому замечанию русской поговорки, мы живём без царя в голове. Когда же этот царь окончательно утверждается на троне, он устанавливает в веренном ему царстве настоящую диктатуру. Почти любое твоё действие внимательно контролируется, и любые сомнительные побуждения безжалостно подавляются. Это твой внутренний надзиратель, от которого ты то и дело слышишь. Даже не думай, нет, это плохая идея. Остановитесь! Да, не сосчитать, сколько раз он спасал тебе репутацию, деньги, или даже жизнь, но иногда ему правда лучше заткнуться. Например, если параллельно с творческим процессом ты ещё будешь пытаться активно контролировать этот самый творческий процесс, то ты окажешься в состоянии раздвоенности, о котором речь шла чуть выше по течению. Тебя будет как будто двое. Один, значит, пытается делать и творить, а второй следит и лезет под руку с советами. Как итог, ты отвлекаешься, спотыкаешься и выпадаешь из процесса. Недаром одним из главных советов по писательскому мастерству является писать пока пишется и не прерываться на подравнивании причёсывания текста. Иначе говоря, проводить вычетку и редактуру потом, когда творческий этап работы закончен и можно спокойно переходить в режим аналитического и критического мышления. Такой режим ещё называют сознательным режимом и в этом случае префронтальная кора всё прибирает в свои цепкие ручки. И тогда умственная активность ограничивается готовыми шаблонами, близкими ассоциациями, опорой на предыдущий опыт, так называемым здравым смыслом, вот всем тем, что позволяет легко, быстро и эффективно справляться с повседневными задачами, типа похода в магазин и выявления орфографических ошибок в тексте. А вот когда префронтальная кора ослабляет, хватку мозг переходит в так называемый спонтанный режим. И это уже про неожиданные ассоциации, сдвиг парадигмы мышления и неочевидные творческие решения. Как же нейтрализовать своего внутреннего надзирателя? Да, очень просто. Нужно отпустить себя и начать действовать, демонстративно игнорируя его попытки вмешаться. Но опять же, повторяю, при условии, что ты знаешь, как действовать. Вот я, например, категорически не умею рисовать и как бы я себя далеко не отпускал, единственное, что у меня более-менее получается, это вот свинья. Вид в анфас. У меня было несколько вариантов вступления к этому видео, но все как один убогие. И чем дольше я сидел и думал, тем сильнее закрепощалось мое мышление, тем сильнее наседал внутренний критик. И тогда назло ему я решил писать первую приходящую в голову ахинею про акушера и белый лист ворде. Вот это вот все, что ты слышал в начале ролика. Я старался не останавливаться, не зацикливаться, не выверять каждый словес наоборот. Одним словом, я старался быть спонтанным. Из своих исследований Михай Чиксон Михай делает напрашивающийся вывод. Если состояние потока помогает нам чувствовать себя счастливыми, то стоит как можно больше времени проводить в нем. Быть целостным, настоящим, увлеченным. И чем бы ты не занимался, погружаться в это с головой. Неважно, работа или хобби. Если общаться с друзьями, то находиться только с ними, а не позволять своему вниманию утекать через телефон. Если заниматься любовью, то, опять же, растворяться в другом человеке, а не волноваться о том, что завтра рано вставать и достаточно ли прилично ты выглядишь в этой позе. Нет, недостаточно. Но это и хорошо. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к префронтальной коре. К моей префронтальной коре. Уважаемая префронтальная кора, я очень рад нашему знакомству. Без тебя, без твоей никак не обойтись. Спасибо, что тогда подсказала не облизывать качели на морозе. Это было очень продумано. Но знаешь, иногда ты перегибаешь палку. Правда. Ты нагоняешь тревогу на пустом месте. Накручиваешь по любому поводу и без. Ты подрезаешь крылья там, где можно лететь и заставляешь тащиться по этим болотам вброд. Так контролируешь каждый мой шаг, что мои действия становятся какими-то не моими, какими-то скованными, неуклюжими, неискренними. Долгие годы мы проходили через социализацию. Учились планировать, откладывать, не плевать в неприятные нам лица, но научившись этому, возможно, разучились чему-то другому, не менее важному. И было бы здорово заново научиться детской спонтанности, с которой можно было, не зацикливаясь на мысли, а как к этому отнесутся окружающие. Говорить первое, что приходит в голову. И вот зараза, иногда получалось довольно метко. Без колебаний выбирать то, что больше нравится, а не то, что выгоднее или в тренде. И что бы ты не делал, сливаться с этим полностью, становиться с ним единым целым, как ребенок со своими куклами, или машинками, как танцор, с танцем, как читатель с книгой. И сейчас я скажу главную мысль. В эти моменты мы не вызываем какое-то свое персональное состояние потока, а мы лишь присоединяемся к универсальному естественному течению жизни, который никуда не торопится, а поэтому никогда не опаздывает, не прикладывает усилий, чтобы взять верх, сломить, добиться, и поэтому всегда побеждает. Пускай река сама несет меня, решил ежик, как мог глубоко вздохнул и его понесло вниз по течению. И вот сценарий практически уже написан, и самое время подобрать несколько точных и глубоких слов, чтобы даже уже после того, как это видео закончится, они продолжали переливаться в твоем сознании, напоминая о чем-то таком, что ты всегда знал, да вот незадачу забыл. И кажется, я нашел такие слова. Это слова Брюса Ли. Опустоши свое сознание. Стань аморфным и бесформенным, как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, мой друг. пускай века сама несет. Пускай века сама несет. Пишут ежик, как мог дополнить данную и его понес в пускай в течение нового.